И почему ты еще не на стримах L.E. Play? Так, поехали, ребята! Мама в 16! Второй сезон, второй выпуск Кристина Тюмень! Семья — это ответственность на всю жизнь, ребят, запомните это. Ответственность — это значит, что нельзя полагаться на реакцию свою. Надо полагаться на средства контрацепции. Ты еще раз об этом говорил, у них одна и та же история. Что не история в беременной, это когда чел говорит «Ну, мы не предохранялись, почему?» Не, ну, во-первых, я, типа, не боюсь, это моя девушка, что-то подцепить. Ну, а во-вторых, у меня есть реакция. И всегда их реакция приводит к одному и тому же. Они не понимают, как это работает, понимаете? Они думают, что если они вовремя все сделали, так сказать, то, значит, ноль шансов забеременеть. Ну, шизы. Идиоты! Помните об этом. Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе шестнадцать и кажется, все еще впереди. Но! Но! Взрослая жизнь начнется раньше. Уникальные истории девочек-подростков из разных уголков страны. У каждой своя судьба и свой выбор. Стать мамой в шестнадцать. Решение, от которого зависит не одна жизнь. Так, давайте, сейчас будет оценка девки. Давайте. 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 Привет, меня зовут Кристина, мне 17 лет, я живу в городе Тюмень. Я стараюсь выглядеть ярко. У меня куча татуировок. Куча протоков, я уже отсюда вижу, это не татуировки, это протоки. И кольцо в носу. Я считаю себя. И кольцо в носу. А не пробовала две половинки в полужопе и тоже кольцом большим таким скрепить? Вот это было бы вообще офигенно. Можно потом было бы друзей подзывать и говорить, смотри, как я какаю. А ты какаешь, а у тебя колбаска какашечная, чисто на две части вот так вот разламывается ровненько. Вот это контент. Блин, ну, все такие, вау, ты такая безбашенная. У тебя кольцо в носу, кольцо в жопе. Там еще в других местах у тебя тоже кольца есть. Не похоже на других людей. Ты что, Соник? Первая тату она била в 14 лет, потом я захотела пирси. Ну-ка, это был язык, уздечка. Уздечка? У тебя что, есть черенок от лопаты? Провей было. Ладно, я понимаю, если чё, у уздечки идет речь, но... В нос я часто красила разные цвета. В школе не оценили мой стиль. Кстати, она хотела всегда выделяться из толпы, и она достаточно правильную вещь сделала. Она забеременела. Но это реально выделяет из толпы, особенно когда тебе лет 16. Я бы сказал, ну реально, не так, как у всех. Меня отравили ученики и учителя, поэтому школу я ненавидела. Могли ударить и обозвать. Не может быть. У меня есть, наверное, желание, первое, обидеть как-то человека, чтобы он не успел обидеть меня. Это грамотная стратегия, я согласен. Если вдруг на тебя в подворотне напали гопники, в этом, безусловно, кроме этих гопников, никто не виноват. Но ты, вместо того, чтобы сделать какой-то вывод из этого, для того, чтобы себя в будущем обезопасить от таких происшествий, ты садишься дома и делаешь выводы. На меня напали гопники. Они избили меня. Что же мне делать? Точно. Мне нужно ходить и бить по лицу первого встречного человека. Всегда. Таким образом, если на меня захочет кто-то напасть, я напал первым. И всегда преимущество неожиданности будет на моей стороне. Я решила уйти после девятого класса. В этом меня поддержала моя бабушка. Да что эти девятые классы, раньше мы учились до пятого и нормально, детей понарожали, всех воспитали, теперь огород, дом, все нормально, уходи. Эта школа ни хера ничего нормальному не научит. Че там штаны просиживать, а, нормально ты, девка, бабы, сиськи, жопа, все есть, мужика тебе найдем, нарм-тракториста. Будете жить, поживать, добра наживать. Школа! Спойлер, тут девушка адекватнее типа будет, он вообще обморок. Да, ну, короче, бабка правильно, да, сказала. Причем, я уверен, что она, наверное, думала, что если там забрать девочку из девятого класса и обратить ей какую-нибудь ПТУ, ну, он же колледж, вот, то, следовательно, ну, что мы получаем? Мы получаем человека, который учится уже на какую-то профессию, а по факту они только еще больше фигню пинают там, потому что в школе, если еще как-то, хоть чуть-чуть контролируют тебя учителя, заучи и так далее, а вот, следовательно, эти, как их там, в колледже, там вообще пофигу. Она моя лучшая подруга, ее зовут Вера Нуртиновна, ей 59 лет. В школе я тяжело приходилось, я ходила, разбиралась, в дружбу с классом не пошла, и из-за этого я ее перевела на дистанционное обучение в восьмом классе. Я ушла после девятого класса, я не видела смысла поступать в колледж ради кор... Ну, конечно, действительно. Корочки. Я мечтаю... Ради корочки эти, институты эти, колледжи ради корочки, вот это все, это, знаете, я не вижу в этом смысла. Я не вижу в этом смысла. Другое гуляет, другое дело гулять с пацанами до самой ночи, и жрать чипсы, запивать это все пивасом, и непонятными там делами заниматься, после которых ты встречаешься, снимаешься в этой передаче. Вот это я вижу смысл. Ну, серьезно, здесь хоть какой-то конкретный результат, разрушенная жизнь, а там что? Ну, отучусь я, и никакой гарантии на плохую жизнь или хорошую, еще не понятно, что будет. А здесь какие-то гарантии. Ой, колхоз, я не могу, какой ужас. Отучиться на мастера по наращиванию волос, мне это нравится. А-а-а, ноготочки эти, блин, мне кажется, скоро этих ноготочков и так далее будет такое количество, что уже будет какой-то дампинг цен настоящий, что они там будут стоить 100 рублей. Каждая вторая, каждая вторая, каждая вторая. Это просто, вот они, они насмотрят за этих инстаграммов, где девка говорит, я делаю ноготочки, я вообще ничего не делаю, занимаюсь любимым делом, зарабатываю 300 тысяч истами. А она такая, блин. Двигаться в этой сфере, развиваться. Так ты не хочешь, а я, я, блин, вот почему я не девочка и понимаю, вот девочки меня сейчас поймут, кстати говоря, что мастеров по этому маникюру, наращиванию волос огромное количество. Но, чтобы тебе хорошо нарастили волосы или покрасили их грамотно, чтобы получили нужный цвет и прочее, и прочее, чтобы ногти были нормально сделаны. На самом деле, найти очень непросто. И нужен человек, который обучается этому, понимает, как работают разные химикаты, что как делать, из какого цвета в какой можно сделать, где можно нарастить, а где нельзя. Какие капсулы используются, что вообще порекомендовать человеку, если, например, по каким-то причинам наращивание будет смотреться плохо. И тому там целая наука. То есть этому нужно обучаться, нужно получать знания, какие-то курсы нужны, нужно что-то, что-то для этого делать. И меня девочки сейчас абсолютно все поддержат, вот в этом вопросе. А вот из-за того, что сейчас каждая вторая ноготочки делают, берет деньги, девочка к ней приходит, а у нее там не ногти, а когти, блин, становятся. Она такая, ху-ху, наращивание делают, а там как собака, сутулая, побитая, еще и после мойки, причем для машин. Вот так вот, вот так вот, вот они. Непрофессиональные услуги оказывают, а потом все страдают от этого. Девочки, ставьте лайк. Мы живем втроем. Я, бабушка и пес Джек в коммунальной квартире семейного типа, где ванная, туалет и кухня общие. Баба Вера ушла на пенсию с... Да вы же, ну че я вижу, что вы не девочки, алло. Ну че вы чат, вот ставите лайки, я вижу там мужские нити, типа возгены и так далее. Девочка никогда такое у них себе не создаст. С работы в РЖД, где трудилась 38 лет. И устроилась к гардеробщицей в больницу за 22 тысячи рублей в месяц. Никогда я ни в чем не отказывала в детстве. У нас были хорошие отношения, никогда там в магазинах не стерила, купи то, купи это. Она мне говорила, вот это мы можем, это не можем, я всегда ее понимала. Моя мама живет отдельно. Ее зовут Юлия Александровна. Ей 38 лет. О, какая модница, модница идет такая. Гардовщицей в продуктовом магазине. Зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц. Мама забеременела мной, когда ей было всего 17. Мы видимся с ней редко, потому что у нее все время какие-то дела. Ты себя видела? Ты это что? Подходит к вам мать и спрашивает. Ты себя видела? Вы такие, мам. Не, ну ты посмотри на себя. Ты такая, мам, как бы тебе сказать-то? Я вроде нормально выиграю. Не, ну это посмешище какой-то. Я серьезно. Ты в зеркало-то посмотри. Ну я сижу напротив зеркала. И шо это такое? Тьфу ты, блядь. Ай, блин. Это завално. Да. Чуть-чуть. Татушки все себе набила. Я бы накачала. Тут не понять, что на носу. Моск себе накачай. Вот это она разъебала. Кристина. Вот это тату пирсинга. Цветными волосами. Показывает обида на меня. Злость. Где-то недопонимание. Так она просто выделиться решила. Она же сама сказала. Ну типа, модно. До 12 лет я жила с мамой. Когда бабушка приходила к нам, она ведь... В бутылку на сале и пьет. ...пустой холодильник и мамины бутылки от алкоголя. В очередной раз, когда бабушка навестила меня, маму уже третий день не было дома. А мне нечего было есть. Баба Вера не выдержала и забрала меня к себе. Но такой мама была не всегда. Она стала пи... Мама вообще чисто мне... Вот это прям вот как на фотках, знаете? Четность бытия. Баба Вера не выдержала и забрала меня к себе. Но такой мама была... Сидят где-то непонятно какая-то вообще. То есть максимально нефтемное место. Какие-то две баклажки дешевого пиванского. Ааа, как его? Какие-то... И вот сидят... Оооо... Это прям вот... Это... Это вайп. Понимаете? Это вайп. Он хреновый вайп. Но это вайп. Была не всегда. Она стала пить после смерти папы. Но не могла себя взять руки вот когда умер. Муж... Ну должна была как маму дать тоже. Поэтому, конечно, внучка тоже в обеденный. Вот бабушка-то видишь какая адекватная? Да? Сидит человек, нормально разговаривает. Ухоженный. Помытый. Нет. Потому что была возможность быть рядом. Но не получилось. Нормальный человек. Мой папа Владимир Федорович умер, когда мне было всего 6 лет. Он погиб. Отравившись в гараже угарным газом от заведенной машины. Я молчу. Я молчу. Вы ждете... Вы сейчас ждете от меня... Да, я знаю. Я молчу. Я молчу. Вообще, если хотите знать, ну... То в большинстве случаев это самоубийство. Но бывают случаи и не самоубийство. Ну, в общем, да, не бывают. Но вот что там было и... Как бы... Никто не знает. Не бывают... Нет, бывают. Когда набухаешься, заснешь, не проснешься. Бывает. Там в любом случае, просто чтобы понимали, такой характер, как бы, конца жизненного пути, в обоих случаях он достаточно говорящий. Папа очень любил маму. И маму папу он ушел. Ушла за ним мама, можно сказать. Она жива. Я ее вижу, но она вроде как и ушла вместе с ним. После гибели папы мама нашла себе мужчину, Игоря Ивановича, и вышла за него замуж. Покажите Игорь Иванович. Побоялась остаться одна. Думала, что поможет. Потом что-то пошло не так у него. Начал злоупотреблять алкоголем. Кстати говоря, достаточно распространенная ошибка большинства женщин, когда они оказываются в сложной ситуации, и у них есть большая потребность в поддержке, потому что им тяжело. Ситуации могут быть разные. Это не имеет значения. В этом случае женщины очень часто начинают сходиться с мужчиной, который им кажется, на первый взгляд, стабильный, надежный. Не по любви, не по каким-то чувствам, еще чему-то, а просто вот закрыть потребность того, что ей сейчас тяжело, чтобы хоть как-то помогло все это, и... Хоть как-то помогло это, и немножко исправило жизнь. Поначалу это может казаться действительно хорошим... Хорошим мувом. Что, мол, вы и человека рядом найдете, он вроде неплохой, и жизнь как-то поможет наладить. Но в долгосрочной перспективе это приведет только к саморазрушению. Отсутствие любви. И ситуация рано или поздно выпрямится, а человек останется, и так далее, и так далее. И на самом деле, такие ошибки могут совершать не только женщины, но и мужчины. Когда мы в уязвленном состоянии, самое плохое, что можно сделать, это заводить отношения. Запомните, это просто жесткая база. Вам может показаться, что человек вам поможет, им поначалу, может быть, так и будет. Но на самом деле, этого делать не надо. В большинстве случаев это ужасная ошибка. Сначала решите вопросы, стабилизируйтесь, и только тогда заводите отношения. Потому что вы таким образом поможете и себе, и человеку, который будет рядом с вами в будущем. Пау! Я вместе с ним. Ну и, соответственно, ребенок ему начал мешать. Мама была на работе. Ну, пришла какая-то женщина, и он был пьяный, и она была пьяная. И они меня просто тихо на улицу. Мороз. Я была на улице босиком. И просто ждала, пока придет мама. Потому что в этот дом я боялась зайти. Мы прожили с этим мужчиной два года. Однажды отчим с пьяну запустил нас тарелкой. Она разбилась и сильно порезала маме руку. Мы с ней поехали в травмпункт за шваками. Соболезную. Это все. Это предел. Я уже тогда поняла, что человек, в принципе, не изменится. После этого случая мама развелась с дядей Игорем, но продолжила пить. Мы с ней постоянно ругались. А когда я стала жить с бабушкой, она вообще обо мне забыла. Мама почти не навещает нас. Звонит один раз в месяц. Но я все равно по ней очень скучаю и надеюсь, что когда-то мы станем ближе. Но пока все печальненько. Бабушка только нормальная. Мама, конечно, так тот еще подарок. Ты когда собираешься приехать? А как время будет, так приедем. Сегодня не могу. Пива скупили два литра. Пива сам себя не выпьет. Кристина каждый день ждет. Ты каждый раз говоришь сегодня, сегодня и так и не... Но у меня каждый день пиво. Я что, виновата? Я не могу понять. Как пиво перестанет появляться, я сразу приеду. Если купите пиво. Не купите, не приеду. Не приезжаешь. Будет время, приеду. Ну, когда... Найс-мать, да, кстати говоря. Найс-мать. Фраза в сериале «Доктор Хаус» была очень хорошая. Я ее часто повторяю. Всех нас в той или иной степени, и это, кстати, нереальная база, уродуют наши родители. Это прям лютейшая база. Это не значит, что ваши родители плохие. Просто никто не совершенен, и никто не знает, как растить детей идеально. Поэтому все так или иначе допускают ошибки в процессе воспитания. Разница между родителями заключается лишь в том, что либо родители делают только сплошные ошибки и ведут себя как ублюдки по отношению к ребенку, либо родители совершают какие-то ошибки, понимают, что они совершили ошибки, больше их не повторяют и становятся лучше. А так ошибки совершает каждый родитель. И в той или иной степени, в зависимости от тяжести этих ошибок, которые родители совершают по отношению к самому ребенку, они его уродуют. Здесь имеется в виду морально уродуют, психически уродуют, комплексы могут вам прививать, еще что-то. Я думаю, многим это знакомо. Так что, да. Ну вот, героине тут не повезло. Случает, ревет. Я грустила и ждала маму до тех пор, пока не встретила его. Того, кто подарил мне любовь и настоящую заботу. Его зовут Саша. Ему 19 лет. Он музыка... Так, ну слушайте, выглядит пока нормально. Я ожидал какого-нибудь чувака, он там откинулся два месяца назад из СИЗО, еще чего-то там. Он занимался закладками там. Пока просто черек какой-то. Но есть одна проблема. Он занимается музыкой. Что мы видим и говорим, когда молодой человек вот такой вот... Говоришь, что он занимается музыкой? Потрачено, да-да-да. Закант. Нищий бездарь бомж, ёп. Да, да, да-да-да. Да-да-да-да-да. Ну вот это все правильно. Да-да-да. Это мы и думаем, и говорим. На-на-на. Сочиняет рэп. Я... Ой, нет! Окей, это еще хуже. Когда молодой человек занимается музыкой, есть хоть какие-то шансы еще. Какие-то шансы есть. Как минимум непонятно, какой музыкой он занимается. Может он занимается... О, моей девушке недавно исполнилось 13. Вот 12 лет ей было. Может быть он занимается какой-то классической музыкой. Нео-классикой. Может какие-то произведения пишут. Да, так это культурно развитый человек. Почему нет? Это выступать потом будет в филармониях всяких. А когда мы слышим, что это рэпер? Ну, тут все понятно. Это вот треки на уровне... Я сегодня пошел с телкой. Бау-бау, мы взорвали две банки. Ягуара, тау-тау. Она хочет меня, я говорю ей нет. Потому что у меня нахуе сидит ее мать. Саня хуй, соси. Это припев монстрыки будет. Саня хуй, соси, хуй, саня хуй, саня хуй. Это припев монстрыки. Что подарить ребенку каникулы в Чечне? Это весело, интересно, ярко. Возьми трубку, Чечне нахуй. Я считаю, что это очень круто. Она будто бы точит мои нервы и мой страх. Кинул на нее и заплатил за все сейчас. Вот, вот эти челы за всех платят. Вот, девки, вот, вот они эти рэперы, которые... Я еду на Бентли, она хочет меня. Я кидаю ей бабки в окно, она готова. Да, я проезжаю мимо в свой топ-клуб. Я паркуюсь персонально. Меня все не еб... Меня никто не еб... Блядь, тут не могу рифму придумать. Короче, суть, вы поняли. Да-да-да, вот он стоит такой. Я кидаю ей бабки. Я вот это... Каша, это первый человек, с которым я почувствовала какую-то родную связь. такие. Ну, потому что было бы, да? Светоч нашего будущего. Я думаю, отношения, которым нужно было бы людям стремиться. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Быть именно друзьями, когда вы можете друг друга выслушать. Кристина очень яркая. Большие губы, корей Блять, чел Глаза веселые Прямо то, что мне нравится А еще у него фигура крутая Ну что вы хотели? Это подростковые отношения, блять Этого достаточно Нет, мы все на это обращаем внимание Чего ж тут пиздеть Но, как бы, дальше идет что-то большее Как-то мы с человеком оцениваем иначе уже То есть, есть хорошие внешние данные Дальше мы уже там смотрим Да, граф, спасибо за 100 рублей А у них личность, не несожиданное Ну губы, я же, у меня еще говорят Есть вагина Вагина Есть вагина Вагина Такая Я не слышу, да и не важно Это не надо слышать Школа, он проучился три года В Чеменском колледже Производственных и социальных технологий На электромонтажника Но потом бросил Ему не хватало времени на сочинение музыки Она хотела быть со мной, но это только сна Собаки чисто на лапу наступили Она хотела быть со мной, но это только сна Вот это уже другое дело Это другое дело, реальное говно Нормально, нормально Раньше было полное дерьмо Теперь просто дерьмо Крош, красава Уже плотнее звук Я мечтаю добиться успеха в музыке И чтобы мои песни были в чартах Мне всегда казалось, что я рожден Мне нужно, чтобы я увидел его псевдоним Мы можем найти его треки в сети Я отвечаю Псевдоним Его псевдоним Для чего-то большего Чем просто отучиться и устроиться на работу Мы познакомились с Сашей на сайте знакомств Два месяца назад Отправили друг другу сердечки А потом пошли на свидание Здравствуйте, а сколько у вас портрет стоит нарисовать? Пятьсот рублей Пятьсот рублей, ты че? Давай я лучше рэпом расплачиваюсь Смотри, я подошел к тебе Ты рисуешь портрет Вот, держи У меня есть омлет Покушай, бро И нарисуй мою девку И тогда я с тобой Короче, заебало Рисуй, давай Прикини, светлоха Стрельнет, как макан Да, слушай, я не удивлюсь Ее, пожалуйста Ее, пожалуйста Нет, пятьсот рублей Только на одного хватит Мне нравится тем, что он очень часто делает комплименты Он очень ласковый Обнимает, целует очень часто У меня теряли такие классные ресницы Да ты у меня самая красивая Мы гуляли с ним каждый день Болтали, смеялись С ним было очень весело А через неделю он предложил не встречаться О, как высоко Все, я не буду смотреть по сторонам Да не бойся, Кристина Не бойся Ты уже с рэпером Тебе бояться нечего Самые страшные уже позади Твой парень и рэпер Все не страшно? Нет Нет, я же рэпер Так хорошо с тобой Мне с тобой, Кристина, хорошо Когда Саша предложил встречаться Конечно же, я сразу же согласилась Потому что у нас уже есть друг к другу Взаимная симпатия И почему нет Через три недели Саша снял отель на сутки И там мы первый раз занялись любовью Авиасейлс Авиасейлс представляет лучшие отели на одну ночь Покупая билеты в другую страну Вы сразу же можете забронировать отель Прямо на сайте Авиасейлс Ебите без ответственности У меня никогда не было таких близких отношений До Саши Поэтому я очень переживала Нервничала Но была уверена У него есть тгс Его называется Фианит Фианит А че так дешево-то? Почему не бриллиант? Ну это не полная хуйня Именно с точки зрения кринжа Это говно Это говно Но мне кажется Для пиздюков Это вот Ну в принципе то же самое Саша Поэтому решила отпустить это И как оно идет Пусть так оно и идет У меня были интимные отношения До Кристины Я очень удивлен Что Кристина девственница была Если честно Я сначала не поверил Не поверил А она выглядела как Востребованная девушка Верил Потому что у нее пирсинг Татуировки Но потом мне стало как-то приятно Что у нее никого не было до меня Не предохранялись мы Потому что в этот момент Не было презервативов Их еще не придумали Вот просто Люди до 2084 года Не предохранялись мы Потому что в этот момент Не было презервативов Ну а Саша Да Еще не придумали просто Прикиньте как отстойно вышло Она когда забеременела Презервативы изобрели Вот прям день в день Будут ли дети? Вот бывает же такое Понимаю, понимаю Прошу, что будь хорошо Поэтому я как-то доверилась Получается Но после мы всегда предохранялись Ведь я пока не хочу детей от Саши Мы слишком молоды и не готовы У Саши нет работы Нет денег Он живет с родителями Я с ними еще не знакома Его маме Виктории и Викторовне 36 лет Она работает мастером Ногтевого сервиса Зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц Его отцу Ивану Алексеевичу 43 года Он геолог-нефтяник Получает 150 тысяч Час Бинго! Что бывает в командировках? Время придет И мы обязательно познакомим Кристину с моими родителями Я думаю, это еще не самое главное Своей бабушке я Сашу тоже еще не представила Он пока не хочет знакомиться с ней Я боюсь это потому Что он не планирует серьезных отношений со мной Но говорит, что из-за музыки Просто пока нет на это времени Я думаю, она еще не примет Что мне 19, а я 17 А вдруг бабушка начнет задавать неловкие вопросы Как я буду ей отвечать Что именно я лишил детственности ее внучку Со временем мне стало напрягать Сашину увлечения Он постоянно пропадает на тусовках в студии И меня настораживает Что Саша влюблен в музыку больше, чем в меня Ну музыка для меня это главное Из-за девушки я не готов терять мечту Но Саше придется подвинуть свою мечту Стать звездой Хочет он этого или нет Ведь я жду ребенка Да, все, Саша Я заметила, что последнюю неделю Со мной происходит что-то странное У меня небольшая задержка месячных Хочу есть соленые огурцы с шоколадом Я на всякий случай решила купить тест на беременность Я купила тест, но очень боюсь его делать Я не готова сейчас к детям Две полоски Теперь мои планы отучиться на парикмахера И начать зарабатывать Придется отложить И я не знаю, как Саша отнесется к этой новости И нужен ли ему этот ребенок Я в растерянности Алло Я это сделала Что там? Две полоски Я не знаю, что мне делать Все, пока связь не Би-би-би-би-би Нет Папа, может я устроить тоже на работу Там говорит, командировку Папа, надо бежать Ты ювелир, Сасенька Милый мой Ты ювелир, Сасенька Ну приезжай быстрее, пожалуйста Я не знаю, что мне делать Давай сейчас приезжай Давай сейчас приезжай Давай, пожалуйста, скорее Я не знаю, как реагировать на эти две полоски Я не понимаю, как мне дальше жить И объяснять это своим родственникам Я не готова к этому всему сейчас Да, ну, да, ну Ой, бля И что мы делать вообще будем? Вот, смотри Оторвает такой Одна полоска Ты не беременна Все, пока Я на рыбчину На студию буду записывать У тебя ничего нет Ни денег, ни работы Где жить? Я в шоке, конечно От этой ситуации Ну и что делать теперь? Рожать, конечно Это ребенок Ему столько всего нужно Ну, не парься У всех получается И у нас получится Давай съедемся Да смеешься, что ли? Да вместе Такое прошло, как мы знакомы Куда? Вот это все Давай я устроюсь на работу Мы съедемся Дай мне шанс Да я не уверена, что он действительно Сможет построить качественную семью На данный момент Да-да Сперва за По маслу и в точку Вот это я ювелир Да ничего страшного Все будет ок Я не парюсь Все решим Чтобы подтвердить беременность Я записалась на УЗИ Саша обещал приехать Но написал, что опаздывает Мне пришлось идти в кабинет одной Беременность маточная Ты точно уже? Это точно Ударьте меня, пожалуйста Беременность желанная? Ну, не планировали как-то У вас 7 недель 6 дней Хотите послушать сердечко? Да, давайте 165 ударов Прием, прием Первый, первый прием Первый, первый Я на связи Что у нас по обстановке? Да, давайте Ничего не обнаружено Вас понял В минуту Абсолютно нормально Сердцебиение А что мне теперь нужно будет сделать? Вам нужно обратиться крачу У гинеколога? Это она? У гинеколога? На приеме? Встать на учет И обсудить с ней все вопросы Дальнейшего наблюдения беременности Как только сердце забилось Я уже не смогла думать Ни о чем другом Кроме как Бабушка! Этого ребенка Чтоб он был с нами И мне уже не важно Какие отношения у нас будут с Сашей Ты че как? У меня новости для вас Крастина забеременела И мы будем молодыми родителями Да, Анатолия? Поздравляю Кстати, че трек? Трек вообще бомба получилась Мы же договорились пойти вместе с ним Я не понимаю, как на такую важную встречу В этот важный момент он может просто опоздать Теперь у меня закрадываются еще больше сомнения По поводу его готовности и ответственности Мне кажется, он совсем не готов и не понимает Два месяца они вместе Блять, да ебать Серьезно все ситуации Почему ты не пришел? Задлежался немного, прости, пожалуйста Задлежался Беременность подтвердилась Замечательно Я сердце Я сердце Саша, почему пока я слушала сердечко нашего малыша Ты слушал свои треки? Слушай, слышала, там уже срок нормальный 7 недель Ты хотя бы сейчас не был? Я не знаю, как на это реагировать Не переживаю, все нормально будет Это не игрушка Все нормально будет Я знаю, что я ничего не буду делать А ты там сама ебить с этой хуйней Ребенок Ну у меня будет все нормально Я понимаю Как мы теперь будем родителям говорить Твоим и моим Бабушке, моей маме Как они на это отреагируют И представь, что будет Да не переживай, нормально все отреагируют Давай вместе как-нибудь скажем Я против абортов И все-таки уже пора взрослее становиться Я сделал дело И нужно отвечать за это Я решила дать Саше шанс И согласилась жить вместе Надо найти квартиру Я получаю 12 тысяч в месяц Это пособие по потере кормильца Надеюсь, его хватит на первое время Пока Саша не найдет работу Потому что у него денег нет совсем Теперь новость о беременности В предстоящем переезде Нужно рассказать бабушке Я очень боюсь Ведь она даже не знакома с Сашей Я позвонила И договорилась с ней о встрече сегодня Вот это тот, о котором я тебе рассказывала, Саша Вот это тот, о котором я тебе Вот этот чел помог мне донести сумку Бабушка Вера Приятно познакомиться с вами И чем ты занимаешься? Да я музыкой занимаюсь А родителей? Родители тоже в Тюмени живут Только папа вот постоянно в командировках Мама работает в салоне маникюра Бабушка, у меня все лица тут Новости есть важные Мы решили, что будем жить вместе Ну ты что за новости еще? Тебе сколько лет-то? У нас повод есть Что за повод-то еще могут быть? Чтоб вместе жить Я очень люблю все про это говорить Сереженька, мой родной Сереженька Сережа не мизис Люблю тебя Тебя и твою сладкую попку Ты просто вау, мальчишка Говори уже Что случилось? Ну вот Очень хорошо Доигрались Тебе сколько лет? Ты мог подумать В наше время Как быть таким безграмотным? Сколько раз я тебе говорила Будь аккуратней Предупреждала Все нормально будет, да? Случайно получилось У них ягодный принт На шкафах вверх ногами Поклеен Или мне кажется, да? Собираешься кормить? Где жить собираетесь? Все через жопу Я сниму квартиру Буду обеспечивать Кристину с ребенком Настроюсь на работу Я ему верю Родители знают? Нет, родители еще не знают Вот радость-то им будет Я же зачарована Что она забеременела Хотя мы с ней очень много Об этом говорили Но я против аборта Поэтому будем рожать А ты что ревешь, Кристина? Перенервничал, потому что Ладно, успокойся Напротив нас, Титя Галя сдает комнату Мне дорого Близко Мне будет спокойно Переезжайте туда Буду помогать Ну, подумай сейчас, Кристина А что тебе думать? Не, реально, такое предложение подумать Я как-то против, я не знаю Что тебе не устраивает? Может быть еще какой-то вариант Ну, подумаем Ну, потом поговорим Уже ничего не поделаешь Да, буду помогать Мне будет проще, когда я вижу их под боком у себя Где-то какая-то, если помощь нужна Проще будет помочь Мне, если честно, вообще не нравится вариант с бабушкой У меня такое чувство, что мы просто будем жить То ли у нее, или не у нее Свободы как-то хочется, если честно У тебя нет денег, чтобы предложить какое-то более лучшее жилье Или отдельно? У нас есть время Нет, его нету У бабушки права Вместе уже 19 лет Поженились, когда его маме Виктории Викторовне было 16 И уже через год родился Саша Вот только его папа в командире Еще одна По стопам родителей пошел Поэтому буду сегодня знакомиться только с мамой Знакомься, это Кристина Проходи Привет, Кристина Давай, идем Саша сказал, что ты любишь пиццу Я заказала Спасибо А где ты, Кристина, учишься? Ну Хочу пиццу Я нигде не учусь Реально Решила, что пока не буду поступать Хочу пиццу Хочу пиццу На волосы отучиться мастером стать Поэтому решила, что сама попробую Кто-то закажите себе пиццу и поешьте за меня, пожалуйста Ну никогда же не поздно получить образование Можно и в... Нельзя мне заказывать сегодня, только завтра могу 30 лет пойти учиться Нет, Крейда, я не буду давать тебе адрес, чтобы ты ей привез пиццу Там будет коробка в стиле фейта, блядь А на пицце колбасками будет выложена главная героиня Пошел в пизду Ну, с этим все-таки лучше не затягивать Я считаю, что образование все-таки нужно получить Мам, у нас новость для тебя веселая Какая? Ну, короче, Кристина беременна Ребят, вы что? Я шучу маму с вами В смысле шутишь? Это шутка или правда? Ну, нельзя так шутить, я согласен на это Правда Я в шоке с вами Блядь, ты что? Блядь Что ты такое? Прикольный и полезный игрушка антистресс С его помощью вы сможете скоротать время и размять свои пальчики Можно потренироваться и проделывать различные треки Вы что, ребят? Вы такие молодые Ну, какой ребенок сейчас может быть? Так ты сама в 16 лет замуж вышла, потому что в 15 залетела, скорее всего Или в 16 Это просто Как вы будете поднимать этого ребенка? Мам, он успокаивает Как мы будем поднимать этого ребенка? Что за глупости? Ну, что? Что за бред? Вот так? Еще можно вот так? Можно вот так? Как? Так и поднимем Что за глупый вопрос, ма? Ну, не, серьезно Мы будем хорошими родителями Вы что, думаете, это кукла, что ли? Кристина, ты что скажешь? Так получилось, мы не планировали Так вышло уже Не оставлять, думаю Ну, конечно, нужно оставлять Саш, вот у тебя тоже самое с Катей было серьезное отношение Ты говорил, что хочешь строить семью Мам, ну, с Катей ошибка, это с Кристиной я... У нас все получится А с Кристиной тоже ошибка, но здесь вынуждена Кто-то это? Ты жил с ней? Ну да, мы жили вместе Ну, это уже прошлая история И ничего не получилось Бери свой каблучок, чок-чок-чок-чок Пусть я спокойный мужичок Чок-чок-чок-чок-чок Ну, если зверя разбуди Да, зачем об этом говорить? Ее зовут Катя Я встречался с ней три года У нас была сильная любовь с ней И разошлись мы с ней из-за глупости Я ее просто приравновал Когда встречался с Катей три года Была сильная любовь Ты так об этом рассказываешь Как будто ее еще не отпустил Но это была ошибка Сейчас все гораздо лучше У нас скоро будет ребенок Гораздо лучше Момент расставания с Катей Я встретила Кристину Я понял, что она мне очень понравилась Я готов к новым отношениям Меня очень расстроил этот разговор Что у Саши была бывшая С которой он жил Я об этом не знала Мне никто ничего не говорил Даже сам Саша Ребята, ну вы меня, конечно, шокировали Еще как-то нужно сообщить отцу об этом Я думаю, он точно будет не в восторге, Саш Мы берем на себя эту ответственность Не переживай Думаю, все получится у нас Я Сашу все время предупреждала Предохраняясь Все время Сама Заказывала ему Средства Контрацепции Но Кто бы меня слушал Но я всегда Саше говорила Что если какая-нибудь девочка От тебя забеременеет Тебе придется нести ответственность Потому что на аборт Я ни одну девочку не отправлю Я против абортов Поэтому такой грех Как повезло Повезло, повезло Не, я так-то за аборты Но мне говорят Потом придется за это расплачиваться В котле в аду Так что Нет, я против абортов А вот если бада не было То Ну нет Отъесть Поэтому я все-таки против абортов Через неделю я уговорила Сашу Переехать в комнату Рядом с бабулей Бабушка дала нам 7 тысяч на первый месяц И договорилась с хозяйкой Поэтому свое пособие я смогу отложить на фрукты и витамины Не верится, что у нас свое жилье Даже несмотря на то, что санузел и кухню мы делим с соседями Кристин, что-то мне, если честно, не очень здесь нравится Просто верь в меня Она верила в него И теперь он взрывает стадионы Вот Ну и все в порядке Бля, здесь есть одна шутка, которую я не могу произнести Про то, что я сказал до этого Но там была очень смешная шутка Она черная пиздец Пушка лезь в наше отношение Саша, ты куда собрался? Да я Кристина в студию собрался Я с тобой пойду Ты обещал мне, что пока же студия Да ты еще красится долго будешь Нет, мне чуть-чуть осталось Все, я заканчиваю Да мне, Кристина, все, давай Не обижайся Давай, давай, все, пока Я с тобой хочу, ты обещала мне показать Все, давай, Кристина, я побежу Саша, во сколько ты придешь хотя бы? Я не знаю во сколько Если что, на связи Ну так не делается Давай, я люблю тебя Мне грустно, что Саша свалил Я думала весь день проваляюсь дома Но неожиданно позвонила мама И мы договорились о встрече Хоть мама и ведет себя так Что ей на меня все равно Но я все равно хочу с ней встретиться И рассказать ей обо всем лично Новости есть Какая? Ну вот, в общем Что это? Ну посмотри Ты беременна? Так за это надо выпить Пойдем в пивнуху Да А чем ты думала-то вообще? И от кого? Ну мальчик, мы с ним встречаемся И сколько вы встречаетесь? Два месяца О чем ты вообще думала? Сколько? Два месяца И что? Рожать будем что-нибудь? Ну да А он что говорит? Тоже рожать Воспитывать как будем? Где денег? Как все воспитывают Так и мы воспитаем Будет работать И все Серьезно? С ребенком Да Ты же родила? Так извини меня Я родила У меня папа был У меня тоже Саша есть Я в шоке просто-напросто Ты чего сразу так? Ты его даже еще не видела Да я его и видеть в принципе-то не хочу Кристина Я вообще А если бросит? Не бросит Это он сейчас пока так А почему он должен бросить? Ну дай мне Постой Мне плохо стало аж Для меня Сейчас шок Что беременна И погулять бы Где-то встречаться Да там Пусть влюбляться Какой ребенок? Она сама ребенок Другой реакции Я и не ожидала От мамы Но мне все равно Обидно Так как она сама Родила Не в прям большом возрасте Поэтому я думала Что она хотя бы Поддержит меня Но вышло как всегда Привет Ты слышал последнюю новость Над Сашей? Нет Что за новость? Приходил ко мне Знакомить меня с новой девочкой Просто ашарашина Она беременна Вот это сюрприз Саня приготовил Сколько ей лет? Ей 17 Совсем молоденькая еще Саня взрослая И нужно ответственность брать В свои руки Нам придется помогать им? Нет Помогать мы точно не будем Уже взрослый мальчик И сам решится Что ему делать В любом случае Будем рожать Единственное Я переживаю Что они расстанутся Так же как с Катей Потому что оба молодые Ума нет еще Да, я звоню Говорю с ним Подсоски серьезные Взрослеть пора Все На завод, Саня Софа из второго сезона Беременна Меня затошнило После встречи с мамой Я почувствовала себя плохо Меня затошнило Видимо это токсикоз Я вернулась домой А Саше так и нет Хочу тут Тухин на лицо И дело не в понтах Натала быть со мной Но это только в снах Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу one спасибо чуваки вы такая вот так натурально пиздите блять люблю вас музыка не то чтобы важнее чем кристина для меня просто она должна понимать что я вижу в этом успех я очень стараюсь что кристина нас беременна за куда смотрела я не пришел что делать молодцы во всем веню себе вот это то что одна воспитываешь это и скажется времени намного не хватало все возможно было исправить бабку жалко все у нас будет хорошо вырастим красивым повезло что рода киевом меню ну ничего кристина беременна головой чем этому я вариант только строить на работу заводы стоят стройки да пап если надо я на трех работах буду работать все нормально будет не парься вообще я тебе серьезно говорю я постараюсь молодец не сливаться же жалко конечно что от отец командирок да 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 не бывает рядом в какие-то такие важные моменты при даже наши отношения с кристиной уже за полночь а саша еще не вернулся и не да 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 я переживаю истин а чё ты только сейчас пришел хотя воняет за километра вся глаза красная кристин я не должен тебе понятно дудец должен тогда уходи я не буду уходить она в сортире заперлась слышишь кастин успокойся пожалуйста да да и начинаешь я не понимаю то что он может пойти и выпить с друзьями это согласно я но это как люди делают они же придут они же пишут я не должен перед тобой отчитываться не должен но я не должна его терпеть это вот это это вайп понимаете это вайп он хреновый вайп но это вайп на что я могу в этот момент чтобы успокоиться и это все не проделась дальше с беременностью кристина очень сильно поменялась плане характера и поведения но это стаж но нет но я как бы дал эту возможность и ушел ну ладно успокоиться поговорим из-за вчерашней ссоры я плохо спала переживаю как бы это не повлияло на здоровье малыша а сегодня утром в дверь из будущего пусть меня извиниться пришел я как бы не прав был что-то обиделась на меня то что этом не в семье я устроюсь на работу буду меньше внимание музыки уделять меня решил что я с тобой хочу быть просто так на ребенка до устройстве уже захотели да да вы захотели его хочу чтобы чувствовала рядом мужчины на неветреного парня нет пока что я решила простить саша чтобы у ребенка все-таки был шанс на полную семью которой мне так не хватало в детстве после нашего примирения саша стал еще больше уделять мне внимание каждый вечер проводить со мной дома насколько его хватит потому что меня мучить у него просто текста не пишутся пока поэтому как вы думаете козь и я много лежу кстати смотри какое приложение круто скачал о реклама ну какой-то будешь старости головой ужас прикольно это ужас я буду молодая всегда была не знаю я хотел бы с тобой до старости дожить я тоже но видеть тебя таким смешно конечно это чудо свянар николас мы не успели убраться что значит не успели лежите на диване не успели но не успели мы ты посмотри что творится у тебя мы отдохнем вот кстати говоря бабка реально не по факту доебывается ну крошки там ну и туда немного беспорядок как будто там какой тараканы прыгают тогда лишь газа вот ну как бы начинать душить молодых по этому поводу это вообще отстой бабка даже не вообще не лезть туда сейчас и уберем и на постели кушаем тоже отдыхаем да и что же теперь вопрос родители лечу тебя надо старая да у меня папа в командировке я мама где но с мамой я думаю договоримся увидимся как долго вы уже живете вместе и познакомиться успеем сейчас уберемся вставайте вставайте не лежите часто я знаю как мы сейчас я приду через какое-то время придет убираться потому что правда на потом через час зайдет еще в 200 раз хуже будет когда будем знакомиться с мамой то я могу договорить серёга отвечает free или когда заведешь ребенка я не то чтобы child free мне просто по херу я как бы стараюсь по возможности наслаждаться жизнью в данный момент я живу и меня все идеально устраивает у меня нет потребности в ребенке в реализации с помощью ребенка и так далее если я до конца своей жизни так них или на я не захочу значит ребенка не будет если захочу значит будет все очень просто я просто делаю дела работаю наслажаю жизнью стримлю как бы меня все в порядке все налажено все отлично лица на ближайшее время а ты со своей мамой сможешь договориться я конечно попробую но я не уверена его что ей это надо сейчас токсикоз только усиливать а девушка хочет ребенка в данный момент нет ну и я в данный момент не хочу ребенка как бы мне пока все это постоянная слабость сонливость часто тошнит я все время бегаю в туалет надеюсь это нормально и никак не отразится на здоровье малыша сегодня я иду на первый скрининг где обычные говорят о патологиях ребенка я очень волнуюсь саша на этот раз не опоздал и пошел со мной малыш развивается хорошо видим где-то работаешь менеджером в одной компании работаю консультантом их пороков развития продумываю ежу 10 пальчиков на ручках и 10 пальчиков на ножках на все хорошо да да на сегодняшний день в соответствии со сроком беременности можно повернуть просто посмотреть интеллект у себя конечно вот смотрите это ваш малыш вот голова ребеночка это его тело конечно мне ничего не понятно в этом экране сузи ну я понимаю просто что нас ждет с кристиной новая жизнь я очень счастлив в эти моменты бывает что даже эмоции как-то не сдерживаются слезинка протечет через два месяца мы сможем узнать кто у нас девочка или мальчик мы с сашей решили что после второго скрининга обязательно устроим гендер-пати сколько зарабатываешь 60 тысяч без премий девочку если честно девочку очень сильно хотел чтобы папе очень а если бы мальчик на рыбалку ездили ну вот давай выберем имена или мальчика или девочки на всякий случай мы пойдем сядем посмотрим женские и мужские имена даже значению некоторых есть это реально удивляешься мне донаты приходят иногда как бы но все равно работать надо не могу жить на дни донаты мне не донатят там прям я не знаю вот валерия красивый валерия да нам тоже нравится а вот для мальчика интересно как теме глеб мне кажется прикольно да это же время от мороженого меня затошнило и я поехала домой а саша снова побежал на студию меня начинает сильно парить что саша постоянно там пропадает а пусть и просто для души но пусть и просто для души до работ он даже не начал искать по дому тоже не помогает ко мне потянется планета если не планета может быть услышишь меня во дворах сейчас данный момент мы нашли продюсера вот с которым мы собираемся работать и пока времени на работу особо нет поиски работаю это бессмысленно данным а рекламу за бесплатно делаешь да они платят очень мало у меня я же не онлайн не как тому и вилонов и бустеров где же не сидит там по 20 тысяч человек саша все в курсе что у нас в холодильнике пусто у нас денег нет время у тебя есть этим всем заниматься ты говоришь что все будет деньги вот и нет стим уважаю короче труд просто любое любое хобби не знаю да как труд будешь вот этот вот свой forbes напиздел тогда да они там цифру просто нарисовали forbes и когда писали забейте эти ебучие репортеры вот эти вот журналисты а нижних они разбираются они просто что-то услышали пизданули да вот по этим вот кнопочкам это будешь есть я дописывать собираюсь на что он сейчас делать холодильник пустой что мне делать предлагаешь не знаю твою бабушке муж покушает вообще ты говорил моей бабушки что все будет нормально я найду работу кнопочкам тыкаж больше ты ничего не держишь ну чё за бред кристина не полься найду работу а когда ребенок родится это тоже ему скажешь подожди пока я найду работу он будет два и нибудь убилить мозги реально не кем живой в сфере не сразу не работаешь успеха достиженных уже вот в животе что делать куда мне его деть все хватит отчитывать меня как маленько делать я не могу просто уже с тобой разговаривать друг друга не понимаем и не слышим я хочу чтобы он куда клуба пытался собрать все будет хорошо обещаю потом потом либо мы просто ссоримся и саша здоровый мужик молодой который должен идти работать они свешивать и надеяться на мою бабушку хоть не стыдно перед бабушкой но я отправила к ней сашу за продуктами кем работаешь я сказал менеджером консультантом по продуктам компании это кто а зачем для чего что ты хотела саша ты чё такое почему тебе катя названивает ну девчонка вроде адекватная чел конч ну чел вообще отбитые девчонка я не могу сказать что она адекватная то есть ну как она вроде ведется и адекватно на самом деле но конечно то что она вот не проконтролировал наверное глупая но в быту типа адекватно и не знаю ну давай звони собрала алёка чё звонила я тут переезжаю в другую квартиру у меня остались твои вещи забрать их ладно давай днем тогда в центре а деньги с бусте трачь на благотворительность так у меня подписчиков там нет почти на бусте там по 100 рублей человек я не знаю ну максимум 60 может быть и чё за вещи там твои чем там делают то не знаю футболки наш остались на носки хорошо давай вместе пойдем за этими вещами забирали не ванной крис я один скажу уж ну почему один вкладывание заберу еще и все короче иди за этими вещами девочек хочешь я верю в то что саша не настолько идиот чтобы ради какой надежды умирает последний посещая за своими вещами я буду спокойной не хочешь пройтись погулять подумала ну мне кажется у меня к тебе чувства остались бы слушать у меня девушка появилась ребенка ждем ребенка что за жизнь ну так вот уверен то что это все серьезно конечно ребенок нашу гараж у нас с тобой столько всего было вместе мы столько всего прошли и ты просто так быстро забыл забил на меня даже если любил типа люблю не знают мозгами уже как думать на счет может что забили на меня даже если любил типа люблю не знают любил типа люблю мозгами уже как думать на счет может как-нибудь ссылка все когда катя захотела меня поцеловать я чуть не поддался я реально не знаю что со мной в тот момент было мы с кристиной вместе и никто нам не помешает уже темно а саши до сих пор нет я очень ревную и переживаю а вдруг я совершила ошибку отправив его не вернуться я просто не нахожу себе место сколько еще смотреть еще минут 50-40 и как все прошло ничего необычного нет давай ты мне расскажешь вот прям дословно как вы встретились подошла привет я тоже поздоровался прогуляться немножко предложила я предложила бывшая прогуляться то пошло прогулялся ну немножко пройтись так скажем для чего ну она говорил может ли что-то у нас не получится что ты сказал нет и как она отреагировала да никак поцеловать меня попыталась целовать ну да я бы сказал как не все давай не убежал конечно убежал подружу не рассказывать я не знаю да нет спасибо тебе я уже прошел целый месяц как массаж и живем вместе я думала что он найдет работу будет ли семьи зарабатывать деньги а в итоге я переживаю что он не на студии зависает а тайком встречается с катей но про бывшую саши бабушки пока не буду рассказывать она и так не в восторге от моего выбора и сколько могу вас кормить я не доверяю этому человек любом случае это будет моя ошибка мой ребенок не раз серьезные намерения были бы с родителям наверно познакомился бы не любил и не хотел он сидел рядом со мной понимаешь идет к тому что он уйдет ты станешься одна он уйдет ой я вас держись за него держись какие трудности ты почти одна выросла я не уверена в нем и не хочу что ты также жила как я или мама у тебя масса по другому да если бы он хотел он давно бы нашел работу он не готов к семейной жизни не готов я боюсь что бабушка окажется права на его счет и саша не оправдает моих ожиданий закла можем поставить вот сюда вот вот саш ты же помнишь что нам сегодня уже платить за квартиру да помню но есть проблемка не хватает ну как не хватает сколько не хватает всей суммы какой секретин придумаю еще нибудь вот что ты придумаешь нам сегодня уже платить за квартиру что зная у кого не придумаю у кого-то займешь у кого криса может поговорим с бабушкой отдать ей потом нет саш нет мне стыдно ты чё я не буду разговаривать не чтобы она занимала и так слишком много делать нет не эти нервы реально ни к чему давай и решать сам этот вопрос я уже устала вдруг я сейчас начну работать моя музыка полетит к чертям я лучше а на чё ничего она взлетела займу мамы просто я не хочу пускать а с музыка есть к чему лететь к чертям то полета такой процесс он должен это происходить откуда ты откуда старт полета просто есть откуда вообще хотя бы с уровня табуретки полет можно организовать или нет возможность плане музыки работа сейчас искать это бессмысленно я хотел бы работу искать бессмысленно ребят в этом говорить может быть занять тысяч пять нас просто не подрасчитал немножко с квартирой из-за того что я сашу разбаловала он привык что мама даст мама купит мама поможет выручит отец другого мнения он считает что сам должен добиваться а как можно и вот так вот женщины портят и мешают воспитанию мальчиков помогать ребенку знаю что ситуацию уже не изменить раз уж так получилось нужно помогать привет ты же понимаешь что он не работает сейчас не может сам-то себя и покормить нужно помогать им нам родители это все равно тоже помогали мы сами вспомни начинали ты с нуля оплатить квартиру в этом месяце нам помогла мама саши но это меня не радует я перестаю верить в то что саша устроиться на работу а нервничать каждый месяц где брать деньги я не хочу я не понимаю как саша легко может за чужой счет спидаться это уже ушло просто у него в привычку ему комфортно жить за чужой счет что не нужно ни за что переживать примета непонятно почему ты не швелишься если у тебя нету работы даже те же 15-20 тысяч ты не возьмешь с воздуха их нужно также заработать и пиздец бытовуха тяжело смотреть становится да вот другой кайф завтра у меня читмил закажу себе пиццу возьму газировочки без сахара поиграю в дедлог посижу котенка поглажу немножко подмонтирую youtube шорты тяжело тяжело сегодня тетя вика пригласила мою семью к себе в гости чтобы наконец-то познакомиться с моими мамой и бабушкой но мама не подняла трубку наверное занята своей личной жизнью поэтому с бабой веры мы идем вдвоем но и как ты на этот счет а вот вы смеетесь а знать как тяжело катку в дедлоге тащить когда у тебя команда 0 10 0 10 смертей выводного попробовать а потом говорите потом говорите на вот мужики меня поймут это настоящая работа это стресс и нервы и физически ты просто и умственно ты просчитываешь все тот это я вам скажу ой мы с бабой веры мы идем вдвоем но и как ты на этот счет что они решили завести ребеночка думаю решили то не решили а получилось так конечно я была шокирована не знаешь как я была шокирована сколько с ней разговаривала разговаривали там и все кто бы нас слушал еще до саш да смешно теперь до кристинышка что остается будем помогать раз вижу на и пизда летающие хуяре 25 2 против тебя с с отворцом в 10 к больше остальных вот это было за баньте его настроение испортил ну конечно все хорошо я что не очень хорошо и будут помогать ответственность больше честно нас лежит а мама кристины почему не пришла вроде же знакомиться то должны все кажется не смогла кристина добрая скромная я приняла ее как дочь прониклась ее историей мне стало жалко ее что мама до сих пор не принимает участие в жизни не очень неприятно что мама не звонила не писал мне после того как узнала беременность такого не ожидал от нее какой график работы у менеджера по продажам и у тебя работа на дому да ладно чат блин я знаю что ты знаешь чем не что я шучу для тех кто кстати говоря новички мама отрывалась когда тебя носила трахнул суку показала две полоски она родила ребенку надо соску обосрался нужно поменять подгузник сочиняя рэп и тебя крутой преступник фианит блин это годный трек с таким только в чарты братан спасибо для тех кто новички кто меня может услышали это естественно было рофл рофл моя профессия это цифровой бомж в чем заключается моя работа в существовании какую пользу я приношу обществу никакую все и меня содержит чат сверх меры вот так вот это зала что такая новость заставит ее больше вам не переживать наша содержанка да токсикоз проходит я уже не так устаю могу есть нормально и гулять с сашей айра из поморожки не хочешь коктейля да и и тошнил уже поручил этот звонит полос блин все надо быстрее быстрее записывать трек пока рил не поверишь один сейчас игру тащу и один в один летающий хуйня в ком в команде и бед вот там стандартная хуйня либо дед либо виндикта вот это сраная ее видят и она просто летает и шатает тебя ну то есть как бы чё думаешь варик нужно прям лететь сейчас принчу срочно надо важно реально продюсер сидит ждет мы только встретились извини пожалуйста но нереально обещал время со мной провести связи не пожалуйста ну ты чё издеваешься что ли вообще я не понимаю как можно просто взять убежать к своим друзьям когда вот я стою перед ним мне очень убедно за это я расстроена что для саши музыка важнее чем я подруг у меня нет кому бы я могла пожаловаться сначала думала пойти к бабушке но она будет читать нотации о том что саша мне не пара и я зря забеременела поэтому за поддержкой я обратилась к сашиной маме смотри да все цены у них тоже конечно хорошие столько денег нужно на сашу начал да ладно это к началу же забывает про меня с друзьями на студии пропадает и я даже уже и не уверена действительно с друзьями и действительно вообще на студии ты знаешь где находится эта студия да дай мне адрес я схожу поговорю с ним матерью фитонет так-то неплохо просто я очень рожать боюсь переживают кесарево очень не хочу на естественных родов очень классно хотел спросить вы как рожали у меня были естественные роды я тоже очень боялась конечно больно брать не буду больно очень более боюсь на самом деле больше всего ну и бы что какие-то осложнения в этом в родах будут очень переживаю все будет хорошо не нужно думать о плохом спасибо большое сашиной маме которая помогает мне заботиться обо мне и помогает мне подготовиться привет фумлет важному событию я взяла у тети вики номер сашиной бывший хочу поставить эту качу на место чтобы к нам не лезла я позвонила и договорилась с ней встретиться в центральном парке а зачем ты саш пишешь ты же не просто так позвала чтобы он вещи забрал чтобы увидеться правильно вы встречали с ним три года вы встречаетесь два месяца какая разница я же беременна ну реально кстати что может остались какие-то чувства же живем вместе у нас может я хочу сказать что он был со мной опять это тупой поступок ты не на кладбище познакомились больше есть то что катя жалко из-за того что хочет быть человеком который уходил от нее она живет в каких-то придуманных с собой реалиях это смешно что думаете как это я думаю это вообще будущий хит мне очень нравится я полностью может проспонсировать этот трек потому что этот трек точно принесет прибыль ну давайте боже мой ой 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 я согласен с дэвидом это топ хита он принесет бабки можешь проспонсировать да могу все сколько сможешь выделить я думаю для начала здравствуйте 1100 а простите меня на что дистрибьюции стоит копейки сервисы по массовой дистрибьюции стоит что-то там 40 или 50 долларов в месяц если я не ошибаюсь трек готов он клип собирается снимать то есть эти деньги на что или в рекламу они собираются бухивать ну клип навряд ли это никита садись на ты не зарабатываешь на музыке манда это не все так сразу понимаешь нужно вкладываться хотя бы в опыт хотя бы как минимум сыт не будешь этим тебе нужно содержать семью кормить скоро ребенок появится и что тогда я верю что короче все получится там с музыкой ты уже на норм микрофон программы технику и так далее чел он на студии записывается блять а не свою студию открывает ты дурак быть ёбаный и так тебе если ты подумаешь он собирается свою студию открывать и мне у не хватит денег даже на микрофон 100000 студийный говорил мне об этом ты уже обещал мне что ты устроишься на работу будешь подрабатывать на что ты планируешь содержать ребенка да он же еще не родился мам но так это же не за горами у вас на квартиру не хватает музыкой а бросает то что заниматься не буду но тогда как-то разграничь это время чтобы никто не был обделен мама конечно тоже странно это что поддерживают кристину нерави такое впечатление складывается то что не я ее сын кристина ее дочь просто для меня как бы важно чтобы семья поддерживал меня в том числе и маму алё привет саша чо вообще больше приходится что такое мы сейчас не встретились она мне высказывает претензии по поводу того что я лезу ваши отношения ну мы с ней договорились встречи ладно я поговорю с ней глазам и я смотрю а тут у меня нет слишком яркой девушки зашла кастрюлю поискать серьезно поговорить чтобы хотел о чем да мне катя позвонила рассказала о том что вы встретились с ним и что я не понимаю зачем вообще выясняю что-то зачем вы убедились ты не можешь объяснить это работать надо чем нужно название в теле есть у тебя не получилось это ты просто должна понимать что таким поведением ты меня никак не удержишь я не собираюсь держать у кристины очень сложный характер и когда она спорится моим морально это давит я не справляюсь у меня уже экватор беременности сегодня иду на второй скрининг хотела позвать маму на узи но она снова не вышла на связь поддержать меня пошел саша вот здесь располагается головка малыша вот это его сердечко можно сердечко послушать да конечно вот они альтушки в реальной жизни что вам не нравится вы что думали они секс милашки ха-ха-ха боже но на самом деле даже за они просто знаете у них под альтушками знаете какой образ альтушки такие альтушки только у богатых скуфиков а у обычных скуфиков у них вот вот такие альтушки и поэтому да так что но пусть живут в своих мечтах ритм 146 в минуту это тоже очень даже хороший нормальный ритм мы попросили врача написать пол ребенка на листочке я хочу устроить гендер пати но пока не знаю на какие деньги здорово вместе с семьей узнать кто же у нас будет какие деньги господи гендер пати вашем случае гендер пати проводится очень просто покупайте шарики они товарищи 5 рублей стоят напихивайте их бумажками мерзноцветными тоже 5 рублей и торт покупаете все на стенке выложили какую-нибудь там эту штуку газетом бюджет всей гендер пати полторы тысячи ты какой полторы тысячи рублей кости мне нужно на столе не закончил проект опять если бы ты пошел у тебя была альтушка нет я же секси блять мочу нахуй ты чё я старый но рентабельный поэтому нет он работая бы тебя отпустила ты можешь пойти завтра в другой день сегодня очень важный день для нас я думала мы вместе это проведем день сколько можно с этой студии и даже не будет ложишь понимаешь скажите куда хочешь ты уже надоелся да да минамчик где саша ушло куда ушел на студию сказал что ему нужно доделать будет трек именно этот случай сегодня я пыталась с ним поговорить говорила ему но он сказал что это нужно очень срочно и в другой день посидим хорошо не расстраивайся девочка испортил все настроение ну каждый раз так ведет себя надоел просто мне кажется уже что они на студиях бывших ходят она две-три недели назад писала ему там вспомнила ты по молоденьким милфом или ровесницам хотя в твоем случае последние два одно и то же нет я по молоденьким ф у меня и у меня и девушка мало молодая понимаете я как типичный блять этот старикан с молодухой если бы он бегал его бы поведение изменилось я не думаю что любит еще домой приходит не надо не переживай я не хочу и кристины такого муж я хочу более уверенного в том что он есть надежда на завтра есть никакой надежды нет я соскоро чем в этом смысла скрининга скрыть сюда как можно отметить что твой не будет против данном рассид как всегда нет типа не знаю очень отхватишь да ладно туда же не две а три пацаны так что это разговор нормально чуть-чуть кристинка мозги уже делает сюда конечно каждый день мозги делает насчет музыки то что вот я ничего стрельнишь музлом и она так не будет думать я думаю она еще извиняться будем крести на у я трек что прослушивались а ну-ка ты чё сделаешь что ли насчет у меня порадовать я хочу чем я наконец-то трек залетел серьезно до 20000 плюс все студию с пацанами скинулись у ребенка нету ни кровати не коляске ничего не все поприветствует дом поле 20 тысяч за квартиру мне их отдать и все ну хотя бы так порадуйте ночью думаешь сразу сюда куда-то пошел на вот тебе расстилай как честно говоря 20000 рублей чтобы заработать на одном треке для но неймы я не за сколько там даже быть прослушивание дохуя ты чё угораешь на полосу иди отсюда ты меня реально нервируешь даже быть дохуя как привет я как-то подумал поговорить хотел как-то все таки все удобно хватит меня выгонять хватит там ставить не ультиматуру что так не должно быть пилит вот каждый поэтому я иду встречаться с бывшей как-то связаны неважно день за эти деньги и у меня просто такое чувство складывается что я все время и должен они от любви это делаю катю вообще как будто ни за что был просто нужен был реальный момент когда я жил вместе на ее деньги и она меня не просила чтобы я пошел на работу сейчас случилось ну помимо ребенка как-то вышел так как-то быстро не хотел я так если честно вот без всей этой шушеры и косметики эта девушка выглядит намного лучше намного лучше и сколько раз я говорил об этой косметики и так далее учитесь краситься правильно по сомнению с ее предыдущим это вообще небо и земля абсолютно намного лучше выглядит хотя никто не заставлял ребенка после тебя как-то по тупости наверно ну как у тебя вот на личном фронте вообще да никак я как-то после расставания отвлеклась вообще на другое мне кажется мне все-таки остались к нему чувства потому что ну мы поругались абсолютно из-за какой-то фигни вот и возможно если бы кристина не было мы бы опять сошлись саша не ночевал дома я волнуюсь телефон его недоступен вдруг что-то случилось я решила пойти на студию в надежде что найду его там я прям не ожидала что у тебя такой уровень будет я тоже не ожидал попрет квартала под получила за трек 20000 я дала остальное в оборудование вложил но она еще и мозги мне сделала представляешь говоришь что чудак мало может она не понимает то что музыка в наше время типа залететь легко типа стрельнуть с этой музыкой конечно не понимает ну ты не расстраивайся ты же знаешь типа я тебя всегда подержу саши ты чё делаешь в костях это чё да это ничего да катя просто меня с треком пришла поздравить а ничего такого как ты чё ты чё делаешь вообще назвал кристину плохой с того что требует финансовой стабильности для ее ребенка да забей блять привет кремис не надо на меня давить не надо я доведен я пыш популярный артист иди вали короче кристин отвали и расстаемся иди отсюда не трогай меня все мы расстаемся еще ребенка не увидишь ты ведешь себе реально по-свински иди отсюда не трогай меня займу поверь мне реально не чувствует либо ты больше никогда не общаешься либо я ухожу хорошо и обещаю тебе что не буду больше общаться никак не пересекаться не видите все кристин реально извини пожалуйста что так вышел и обещать да что так вышло что я позвонил встретился привел на студию это понимаешь это просто как-то само все я споткнулся упала тут она и я тебя больше никогда с ней не увидимся не пресечемся саша я устала ты постоянно говоришь одно и то же ну кристин что я люблю тебя не переживай если он еще раз как-то за я увижу даже просто общение или тем более с ней встретиться не стал этого терпеть пусть идет раз ему не нужен ребенок не нужна я пусть уходит так давно надо отпустить этого лечила это уже все понятно на эти 20 тысяч которые принес саша мы решили устроить гендер-пати все-таки очень хочется чего бы вы чё идиоты вы на что деньги тратите какой к чертой матери гендер-пати у вас даже сральника для пиздюка нет помочь с организации вызвалась тетя вика моей маме я тоже написала сообщение с приглашением на праздник но не получила ответа я боюсь вдруг она опять стала пить как ты думаешь кто у нас будет девочку хочу очень сильно я тоже надеюсь что девочка смотри миленькие будем надеяться что наше желание исполнится смотри у нас здесь для свадьбы все мне так хочется выбрать что-то он пока не делает предложение ему сначала заработать надо на кольца и все остальное ты хочешь чтобы свадьба была у мамы моей моего папы на свадьбе были такие колечки на машине а кстати мама придет сегодня на гендер-пати нет она не будет она занята и пока не сможет прийти не переживай думаю что она со временем одумается с мамой сашей я ближе чем со своей мамой и от этого мне очень грустно потому что мне бы хотелось иметь такие же отношения со своей родной мамой чтобы мы также по ним будешь ли ты флиртовать с марта и дэвид свои 73 года это тренд этого года блять даже не бухтует а бро мали друг друга могли делиться как подружки чё ты какой-то странный то что с бывшей встретился не пойму короче чувства вроде остались или как с кристины как тот понимаю что ребенок там это быстро мы с ней как-то завязалось оба взрослую жизнь ну смотрите надо решать потому что на одном стуле двое не усилятся и слушать у тебя подсказывает в сердце ау это отличная тема для трека листочек на котором врач написал пол малыша мы отдали в праздничное агентство они привезли коробку сюрприз праздничное агентство мальчик у нас или девочка украсить все остальное помогла мама саша кто кого хочет только думаю я за девочку я за мальчика я верю что девочка но мне почему-то кажется что мальчик ну по закону полость алекс я не секрет такая я верила что будет девочка так и получилось для своей дочери я буду прекрасным отцом если с нами что-то произойдет с кристины мы не будем вместе там я просто знаю что . она всегда . папина саша что со свадьбой да у нас мы как-то не думали еще с кристиной но время-то идет уже пора бы у нас как-то финансы пока что особо не позволяют чуть попозже кристина ты чё такая расстроенная я очень расстроилась что мама не было только из-за этого такой важный момент все таки она мама это за 20 но они наверняка лишь не все 20 то долбанули но в любом случае обратиться в агентство там заплатить деньги это так или иначе короче должна была быть рядом но я беру тоже когда-нибудь она придет и все обязательно будет хорошо мы ждали и очень и мама так обязана была прийти при каких любых обстоятельствах дата очень больно что она не пришла обидно самый важный для нее момент она должна была быть рядом что ты кристина расстроилась потому что мама не было не переживаю бывают таких же случаях ты же хорошего будешь с вами будет сегодня праздник сегодня нужно расстраиваться ты же постоянно мне мало времени уделяешь то с друзьями эту музыка буду стараться с тобой чаще оставаться и обещаю тебе что больше с тобой время не стараться проводить обещаю очень жалко конечно кристину я прям не хватило любви от мамы я постараюсь или дать вот эту всю любовь время идет а для ребенка еще ничего не куплено сегодня бабушка позвала меня в детский магазин и предложила выбрать одежду правнучки посмотри какие цены я вяжем еще половины не куплено сколько надо покупать ребенка что саши это ничего как обычно нету работы пока никто это вы все покупать ну купит мама саши и как он мне не нравился так до сих пор и не нравится и я не не верю что он как-то может исправиться он все успеет я в него верю он даже не да ничего не куплю зато гендер кать party проплачивать его не купил еще ничего не старается делать он смотри какая футболочка красиво очень красивый ну давай я плачу покупай что выбрала среди вдруг разойдутся мы точно у него помощи не будем просить мы будем справляться своими силами пока мы с бабушкой гуляли по торговому центру нам позвонили из больницы и сказали что маму госпитализировали с острым приступом панкреатита на почве длительного злоупотребления алкоголя вот почему она не выходила на связь я очень боюсь потерять маму хоть бабушка меня отговаривала я все равно поехала в больницу обещай что это последний раз и больше так не будет ну дальше хуже будет надо уже все остановиться это предел все больше ничего не будет обещая обещаешь она также как саня обещает больше не будет обещая я тебя очень-очень люблю покушай пожалуйста поправляйся я очень люблю свою дочь и пусть дочь меня простит дело я была не права я вернулась домой в надежде найти поддержку от саши но его как обычно дома нет трубку не берет ты где был я беременна я тебя я жду уже сколько времени ты на звонки не отвечаешь убери руки от тебя воняет мы отмечали 30000 получил трек продал какие 30 тысяч где они вложил куда он там в кинулись что ли я он короче помогает студию студию чужую обустраивать гений у тебя ребенок скоро будет сколько осталось 20 минут какое время мне рожать скоро ты мне за всю беременность не витамин ничего не купил бабушка ходила покупала все и вещи и все остальное где деньги что ли у тебя ребенок будет учет вариска выбирай либо с твои друзья и музыка либо ты остаешься со мной с ребенком что-то выгоняешь костин только зарабатывать начали ты начинаешь я если ухожу я я тебе обещаю что обратно если для тебя важнее студия собирать свои вещи он берите вода этого доводишь поэтому просто сейчас наконец-то он такой каждый раз выгоняешь ты чё серьезно так просто уйдешь кати пойдешь маруси ты же так просто ухоженно здесь куда идти получается ты знаешь куда ты сейчас пойдешь ты катя пойдешь какая разница ну значит так просто она лезла я не буду себя вписывал сидеть тысяч соберешься уйдешь высоты меня не впишешь что у меня то реально больше еще все реально уйдешь так просто на психучу хочет он только повода ждал пока нет денег единственный вариант только катя перекантуясь у него какое-то время работу мы съеду на квартиру алла бабушка можешь пожалуйста не очень обидно что человек может так легко собраться и уйти когда я сижу беременна я больше не хочу не слышно ведь этого человека как и прощать мне просто очень обидно чтоб вас ребеноченный максимально уходит как будто он этого сам хотел и уже знает куда ему идти что случилось саша ушел собрал вещи ушел сам ушел я ему выбор поставила либо твои друзья и девочки либо уходишь ну шоу ну и ушел ушел нервы некому мотать будет снова расти плева ничего не зарабатывать никакой помощи не оказывать и правильно что кристина его выставил его выставил нам не нужен такой зятюк будет меньше нервничать тяжело на одной дочь я всю ночь проплакала из-за саши мне плохо поэтому сегодня не смогу поехать к маме попросила бабушку навестить ее несмотря на все разногласия стиме не могу пожалуйста спасибо тебе за то что помогала с кристиной я была не права стиме не пожалуйста ты меня тоже прости я тебя очень люблю кошки чувствую свою внутреннюю дочерью так как мало ей внимание очень уделял и она обижена за это так пришлось крутиться зарабатывать не новости что расстался с кристиной саш смысле расстались кристине скоро рожать как платье интересно я взял и ушел может и преувеличиваешь меня нисколько не преувеличиваю как ребенок будет расти без отца ну реально мам уже не вывожу кристину меня это все уже конечно зачем вообще надо было тогда ребенка заводить никто не знал что так выйдет я не бросал кристину самые сложные сейчас как это выглядит больше у нас не ничего не будет все кристина мне как представь какого бабки дочь пила и в итоге в больнице внучка залетела до луоёба и теперь она одна будет с прицепом без образования дочь и мне очень больно что так вышло но раз уж они так решили мне остается только принять эту ситуацию надеюсь что мы будем общаться маму сегодня выписали из больницы я не рассказывала есть что саша ушел чтобы не волновать врачи что говорят больше так не делать обещай пожалуйста что это последний раз когда такое случилось все не переживай я правда обещаю что больше я пить не буду хорошо расскажи-ка мне лучше просаж расстались почему так потому что он не ответственный не работает постоянно занят своей музыкой мне это надоело я его больше не могу так и не переживай нет его ну и не надо воспитаем его сами я всегда тебе помогу я тут подумала чтобы тебе денежку не тратить на съемную квартиру переезжай с ребеночком я буду приезжать помогать а я пока перееду в деревню поживу а вот он очень хорошо я думала там живется укашами просить у меня постоянно сколько просили уже правда не это было бы хорошо спасибо не переживай все хорошо спасибо мам я сейчас часто стоящую своего молодого человека отец вернется и думаю сани будет ары забудет о рэпе навсегда да там непонятно какой батя там может батя только и ся строит батю такого строгого и так далее сам тюфяк квартира что поставать пусть она живет там мы все-таки с кристины нашли где-то точки соперки сновидений пусть возможно не до конца ну я надеюсь что все будет хорошо я перевезла свои вещи к маме саша с момента ухода ни разу не поинтересовался как мое самочувствие хотя до родов осталось чуть больше месяца скоро третий скрининг химси тюфяк у меня ухудшилось самочувствие живот болит тянет я решила перестраховаться и пошла к врачу на маточка немножко тонизирует вы реагируете на меня на мои прикосновения конечно возможно это является последствием той стрессовой ситуации в которой вы оказались на сегодняшний день что сердцебиение малыша уверенно и сильная малыш неплохо шевелится мне сразу провели третий скрининг и из-за повышенного тонуса матки меня положили в больницу до самых родов вечером у меня стал ужасно болеть живот сильнее обычного врачи меня осмотрели и сказали что начались схватки я позвонила бабушки чтобы мне не было так страшно мне сделали эпидуральную анестезию чтобы снять спазмы и облегчить раскрытие схватки длительных больше десяти часов пиздец Очень приятно, когда первый раз кладут ребенка на грудь. Это самый счастливый момент в моей жизни. Она очень маленькая, красивенькая, синенькая. Фу, блядь, только еду принес. Я очень переживала, что она у меня грудь не берет. Ребеночек чувствует себя великолепно. Сейчас пребывает с мамой в палате. Общая продолжительность родов составила 13 часов. Мне казалось, это вечность. Роды это очень тяжело. Но, слава богу, с ребенком все хорошо. Красивенькая. Было тяжело очень сильно первые сутки. Я не совсем узнала, что с ней делать. Потом уже все. Спасибо, Александр. Потихоньку учишься. Все на инстинктах происходит, если честно. Я назвала дочку Валерию. Мне с телефона пишут, что у тебя 64 зрителя. Вот ты шлюха. Испалился. Это потому, что ты сейчас смотрел какого-то стримера, у которого было 64 зрителя. Ты перешел сюда, и такое бывает. Счетчик остается. Вот так вот. Ищи себя в прошмандовках Твича. После такого. Как мы обсуждали с Сашей. Отправила ему сообщение, что у него родилась Лера. Но он мне не ответил. Звонила тетя Вика. Интересовалась, как наше самочувствие. Но она тоже не знает, где пропадает Саша. Если бы он сам написал, спрашивал, как здоровье, когда вас выпишут, интересовался бы этим, то я бы ему, конечно, сказала, что вот, приходи к этому времени. А если ему это неинтересно, зачем я буду ему навязывать себя и ребенка? С Лерочкой мы чувствуем себя прекрасно. Поэтому нас выписывают уже через три дня после родов. Мама на плановом стационаре после своей госпитализации. Поэтому ее не будет на выписке. А тетя Вика заболела. Забирает из роддома нас с дочкой только бабуля. Первое время она будет жить со мной в квартире мамы, чтобы мне помогать малышам. Поздравляю вас. Простите, здоровенький. Тебе изменять с каким-то нищебродом задумайся. Да подожди, может там стиммер себе свечку в жопу вставит и прославится. Мы уже знаем такие эти примеры. Будет сидеть там уже не 64, а 164 тысячи. Подмигиваясь одним глазом. Сколько осталось? 13 минут. Я смогла дождаться. Ну меньше там 12 минут. Для меня очень важно вырастить. Увидеть, как она пойдет в садик. Школу. Я не из куличка. Сейчас не жалею, что она родила. Моя мама и бабушка купили кроватку. Родители Саши прислали коляску и ванночку. Саша же за все это время ни рубля не потратил на своего ребенка. Но я не могу перестать думать о нем. А он даже не отвечает на мое сообщение. Ребенок это в любом случае счастье. Он не как... Если что, заранее, сори за вопрос, будешь за вас смотреть вписку с папичем. Первое. Вписка это помойный канал, который зовет сомнительных людей к себе очень часто. Которые занимаются, мягко говоря, хреновым дерьмом. И как бы... Поэтому я не собираюсь вообще вписку смотреть. Второе. Папич, несмотря на его мемы, если это отбросить его мемасность, достаточно противоречивый человек. И это мягко сказано. Учитывая, чем он занимается и чем он занимался. Что сливали. Так что... К папичу у меня ноль респекта, если что. Потому что смехуечки смехуечками с его мемами. А как человек... Когда не бросит тебя, он любит. Ты для него номер один. Ты никогда не будешь уже одна. Все это бред, то что говорят. Вот осталась с ребенком одна. Ты никогда не останешься с ребенком одна. Тетя Вика каждый день звонит и узнает, как у нас дела. Но я пока не могу показать ей внучку, так как она еще не выздоровела. А вот мою маму выписали. И сегодня она впервые увидит Лерочку. На тебе мне постучек подарок. Спасибо, красиво очень. На вырост. Ага. Тетя плакнулась. О, можно я возьму? Да. Бери. У тебя как дела? Нормально. Извини, что на выписке не была. Че, он все не придет уже? Главное, что сейчас ты пришла. Опять у матери не получилось. Ты что, извини меня, пожалуйста, за все. То, что ты обижала тебя раньше. Хорошо. Я надеюсь, что сейчас он с тобой все... Не понимаю, почему везде так хайп, но потому что он фрик. Я тоже очень надеюсь, что ты будешь... Теперь постоянно со мной рядом. Я вас очень-очень люблю просто. Я уже не слышно. Моя мама перестала пить. Ребенок подарил мне семью. Она очень сплотила нас всех. Первый раз в моей жизни у меня появилась семья. Алло. Алло, Кристина, привет. Привет. Как Лера себя чувствует? Хорошо себя чувствует. А что ты вдруг решил узнать? Я хочу просто сегодня встретиться с ребенкой, с Лерой. Тебя не было ни на выписке. Ты никак не помогал, не узнавал. Ты не спросил вообще. Понимаешь? Ты могла предупредить. Если бы тебе было интересно, как я и Лера. Я тебя предупреждал, Кристина, что если я уйду, я не смогу тебе первое время там помочь. Еще что-нибудь. Ну что ты тогда хочешь сейчас? Ну я с Лерой хочу встретиться. Я имею право. Не имеешь. Кристина, я тебе предлагаю нормально поговорить. Как бы просто встретиться. Я не хочу из-за тебя нервничать, я не хочу с тобой видеться. Из конфликтов я не собираюсь с тобой конфликтовать. Ты мне надоел, Саша, правда, давай. Я предупреждал, что если я уйду, то это будет первый и последний раз. Но в любом случае ребенка я не оставлю и не отказываюсь. Я не записываю ребенка на Сашу, потому что он проявил безразличие к ребенку. Я не считаю, что он отец только потому, что он зачал. Он не достоин того, чтобы его записывали свидетельства после всего. Сказал, сделал, да. Давай сейчас маленько покушаешь, ладно? Саша-то звонит? Да. Я не знаю, как ему поступить. Он очень хочет увидеться, но я пока не знаю. Хотела у тебя спросить. Я думаю, может быть, пока не надо. Ну, не знаю, если он сейчас увидит, мне кажется, он тебе покоя не даст. Может быть, попозже, когда подрастет, поговорите спокойно, встретитесь. Ну, мне все-таки хотелось бы, чтобы он увидел хотя бы раз. Ну, тебе решать. Все-таки наши отношения и ребенок это разные. Я решила показать Саше его дочь. Смотри. На руки будешь брать? Да, можно. Только аккуратно, она проснется. Сейчас уронит случайно. Не, но и стоит. Ты ходишь. Да, очень понятно в самом начале. Какой нос, учитывая, как он растет и как он меняется. Ой, ладно. Забей. Бойся. Не бойся. Нет, я не знаю. Адреналин какой-то. Бери плед, пожалуйста. Нужно я повезу? Да. Чего ты плачешь, Кристина? Я не знаю. Тебе вообще нравится так, как вышло? Я не хотела, чтобы так вышло. Давай не будем выяснять наши отношения. Давай. У меня какой-то адреналин. Я чуть не расплакался. Тяжелые эмоции. Счастье. И в тот же момент грустно, что так вышел с Кристиной. Мне кажется, я должен был побольше ее узнать. Перед тем, как всунуть, да, хотя бы. После нашей встречи я понимаю, что, наверное, мы поступили неправильно. Но Саша опять ничего не предлагает. А сегодня к нам приехала моя вторая бабушка, Людмила Владимировна. Мама папы. Чтобы посмотреть на правнучку. Вообще, на самом деле, она похожа на Сашу. Кристинина вообще ничего не вижу. Ну, подрасчет, может, что-нибудь. Может, потом и поменяется. У тебя губы сделанные. Какие твои губы? Круппия, Саша. Мама, Саша-то видела ее? Мама Сашу еще не видела пока что. А Саша? Саша? Саша. Мы виделись. Держал. Я дала ему руки подержать. Он переживал, нервничал. У него руки тряслись. А сама так? Я очень сильно расстроилась, заплакала. Потому что мне было неприятно, что таким образом встреча. Что мне приходится с ним встречаться, чтобы он увидел ребенка, а не что он рядом с нами? Просилась я обратно? Нет. Что ты думаешь по поводу ребенка? Ой, за ручку. Не знаю, будет разрешать видеться, буду видеться. Ну, так. Если что, знаю, я не против, чтобы ты общался с ребенком. Просто я переживаю за то, что ты опять будешь с ней общаться. Или чего-то больше подойдет. Да нет, с ней там все кончено уже. Слава Богу, с ней не пожалелся. Жалел бы об этом. Ну, ладно. Надеюсь, что это будет так, что ты останешься со мной. Я люблю тебя. И я тебя. Я очень жалел, на самом деле, что мы с тобой разошлись. Как-то тупо. Вообще тупо. Ну да, мы по языку эту фигуру с тобой поргались. Вообще все это происходит, как бы то, что мы разошлись. Я, если честно, думаю бы время по-другому бы поступил. Не уходил бы там, ну ничего. Слушай, короче, это Кристина, все. Короче, выходи за меня. Я подожду. Субтитры сделал DimaTorzok Топ-10 аниме-концовок Я тебе серьезно Согласен Ты правда, типа, не шутишь? Нет Я долго думал об этом, Катя Я люблю тебя Я правда думал об этом Наконец выздоровела мама Саши Мне не терпится показать ей внучку Какую маленькую Настя Она поела только, сейчас спит Ну как? Дела у вас Хорошо все Грустно только мне Потому что с Сашей у вас так Мне тоже грустно Я думала, мы вместе будем Пойдем, пройдемся Кто-то это платит Держите, это вам угостили Спасибо Как ты теперь думаешь дальше? Я пока не знаю, если честно Пока думаю просто Ребенком заниматься Другому пока не думаю Потом я надеюсь, что Саша пересмотрит Я бы хотела, чтобы он Хотя бы немного участвовал В ее жизни Я очень хотела, чтобы он Пришел на выписку Потому что в тот момент Я думала, что мы Помиримся Я не знаю Я вчера с ним разговаривала Мы общались Он сказал, что Все обиды Хочет забыть Ему было приятно Взять на руки ребенка Он дрожал Он плакал Мне было очень Я сама заплакала Очень сильно плакала Мне было очень грустно Что это происходит В таком Блин, девочка хоть и глупая Но по поведению Хорошая, спокойная Какая-то Не скандальная Говорит такая Нормально спокойная Ну господи Ой, могла бы нормальную жизнь прожить Что ж ты будешь делать Да Я думала, что он всегда будет ее видеть И не ожидала, что нам придется встречаться Чтобы увидеть ребенка Я надеюсь, с нами То ты будешь общаться со мной Конечно Вы же не виноваты в наших отношениях с Сашей Надеюсь, что и у вас может быть с Сашей Какие-то отношения наладятся Просто хотя бы человеческие Чтобы общаться могли С ребенком Он пересмотрит свое отношение Тем более, что я не злилась уже на него Я хотела с ним по-хорошему Но немного не получилось Все-таки и у него обида И у меня обида Это нам очень мешает Молодые бы еще совсем Да Если бы мы смогли переступить Вот это все, что было плохое Забыть это Все было бы по-другому Пухлые губки, щечки Ну, глаза Сашины голубые Хоть Саша с Кристиной не вместе Но я хочу поддерживать с Кристиной отношения Участвовать в жизни Леры Помогать После слов тети Вики Мне кажется, что Саша еще может наладиться Я даже подумываю Написать ему первое Но когда я взяла телефон Я увидела в его соцсети Откровенное видео с Катей Руками, которыми он на днях брал нашего ребенка Он лапает свой был Эй, посмотрите, Моша, что ты кушаешь Ты ж Она еще не знает Уже знает Я в шоке Я знаю, что ты у Кати Выходи И эту Захватим Вместе поговорим Ну, это что такое? Ну, бывает Ну, встречаемся все На суше я предложение сделал У нас все серьезно Ну, поздравляю Я уже не вижу смысла сходить Ты к** Ты к** Ты к** Почему он к** Почему не ты? Ты же мозги к** Извини Я реально думал еще с тобой Помириться там Думал с ним Может, не дотерпел где-то Это хотела выяснить За счет девушек постоянно Ты жрешь Спишь на их счет Живешь у нее За ее счет Сто процентов Ты не работаешь Ты живешь за ее счет Просто я тебе уверяю Что мне тебя жалко Ну, мне жалко тебя Тоже ты осталась одна с ребенком Я тебе спрашиваю про ребенка Что ты сказал? На случайность Про ребенка это было случайно? Ай К** 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 Все, иди Случайность Вот прикиньте, каково будет, когда ребенок подрастет И если он-то увидит, как его батя по молодости Вот что делать Ребенок случайно, которого ты на днях трогал От Кристины руки Че ты в пяточке Че ты в пяточке Че ты в пяточке Прячешься? Ты боишься? Псю Кристина Кребенка подойдешь и тебе вручь Ты не будешь не вписан Да, шо? Пять, она ему угрожает, что он не будет не вписан И так далее И еще что-то Так ему это только наоборот хорошо Он это выждет Да, встретились мы с моей бывшей. Я чувствую легкость, облегчение, что больше меня ничего не держит к этому человеку. Ни ребенок, вообще ничего. Такой отец не нужен. Отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Я уверена, что я встречу достойного человека, который будет любить меня и никогда так не будет делать. Я воспитаю ребенка без него. И такой человек не должен быть рядом с ребенком. Мой совет для девочек это не спешить. Если ты не уверена в человеке и не уверена в самой себе, что ты потянешь, не стоит. Нихуя себе. Да неужели? Даже так? Но это, блин, топ-топ аниме концовок номер два. Это не первый раз. Нет-нет-нет, это не первый раз такое в шоу, но да. Ой, короче, заключение по поводу выпуска. Девчонка глупая, но нормальная. Спокойная, рассудительная. Ну, блять, ну, вы поняли, в каком плане рассудительная. Вот. Жалко. В целом, из нее могла бы получиться, я думаю, хорошая жена. Потому что, учитывая, в каком стрессе она находилась, какой пиздец был, она все равно себя вела более чем достойно и спокойно. Если бы при этом было все хорошо и хорошие условия, и человек был бы рядом с ней нормальный, то все было бы совсем иначе. Вот. Внешка у нее нормальная. То есть, ей чуть-чуть схуднуть надо. Ну, это на мой взгляд. Вот. В целом, намного лучше, кстати говоря, чем у его вот этой катик, которой он ушел, которая там вообще... Dead inside какой-то, блять, недоделанный. Вот. Касательно этого полудурка. Он не просто молодой и тупой. Он, мягко говоря, ублюдок. Вот. Девушка, которая с ним, вот эта вот Катя, такая же отвратительная персона, потому что я понимаю, что могут быть чувства, там у них были отношения какие-то, она там его еще любит. Это я все понимаю, но она должна понимать ситуацию. И даже если они сошлись, что уже странно. Но, допустим, она должна, наоборот, вот толкать и говорить, типа, блин, вот мы сейчас с тобой, но вот на самом деле ситуация там не очень хорошая. Да, как бы, любовь, все дела, но тебе нужно сделать то-то-то, не раздражать ее и по возможности там ей помогать, когда будет возможность. Она должна его толкать была на правильные рельсы, как-то, ну, на благие. Она этого не делает, она только упивается этой ситуацией, наслаждается тем, что вот так все произошло, вот она ха-ха-ха, типа, мне тебя жалко, ты одна с ребенком осталась, господи, боже мой, ты встречаешься с утырком, который все это сделал, и который так себя ведет. И реально, блядь, я даже не знаю, кто здесь больше проиграл. Так что, к чему эти фразы, вообще непонятно. Вот, ну, как-то так. Грустненько, грустненько, конечно. Вот. Смотреть было весело, а ситуация грустненькая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова